С избранием нового президента Национального Олимпийского комитета страны, организация вступила на новый путь своего развития. Главой НОК разработана стратегия развития организации на ближайшие годы. В основе документа два главных направления. Сделать физическую культуру и спорт национальными приоритетами. Грамотно распределять ресурсы и изыскать новые источники финансирования. И так коротко о проделанной работе НОК с декабря 2021 года. Руководство НОК провело встречу с гендиректором Олимпийского совета Азии и президентом Международной федерации плавания Хусейном Аль-Мусаламом в Абу-Даби. Обсуждены вопросы расширения сотрудничества, в частности, увеличение количества представителей Кыргызстана в комитетах ОСА, а также по развитию спортивной инфраструктуры в Кыргызстане. Подготовка делегации Кыргызстана к зимним Олимпийским играм в Пекине. Презентация формы. Участие Кыргызстана в зимних Олимпийских играх в Пекине. Встреча с президентом Международной федерации хоккея Люком Тардифом. Участие в открытии чемпионата мира по хоккею среди команд 4-го дивизиона в Бишкеке. При активном участии НОК подписан меморандум о взаимопонимании между Ассоциацией Тайквондо WT Кыргызской Республики и Национальной федерацией Тайквондо BT Кыргызской Республики. Подготовка к этому шла несколько месяцев. НОК организовал и провел 20 встреч с участием представителей Ассоциации и Федерации. Проделана большая работа для урегулирования многолетних разногласий и достижения консенсуса. Подписание меморандума вселяет уверенность, что Тайквондо WT в Кыргызстане выйдет на новый уровень своего развития. Подписан договор о сотрудничестве между НОК КР и Бакайбанком. Согласно договору, Бакайбанк в течение нынешнего олимпийского цикла будет оказывать комитету финансовую поддержку. Проведен семинар для тренеров по регби. Мероприятие организовано НОК и Федерация регби Кыргызстана при поддержке Международного олимпийского комитета и регби Азии. Курс провели эксперты из ОАЭ и Узбекистана. Проведен семинар по антидопингу для молодых спортсменов. Он организован НОК совместно с Федерацией триатлона по программе «Олимпийская солидарность». Получено приглашение от президента МОК Томаса Баха посетить штаб-квартиру Международного олимпийского комитета в швейцарском городе Лазани. Это дает возможность поднять перед главой МОК актуальные вопросы кыргызского спорта и добиться дополнительной поддержки. При активном участии НОК организована встреча руководства Федерации лыжного спорта Кыргызской республики с тренерами. Участники озвучили существующие проблемы и намерение решать их вместе. НОК вновь показал себя как институт, который объединяет спортивную общественность и препятствует возникновению конфликтов. Глава НОК принял участие в Международном форуме «Развитие культуры, спорта и туризма. Новые возможности», организованном национальным холдингом «Наследие великих кочевников». Садыр Мамытов рассказал о достижениях Национального олимпийского комитета и планах на будущее. Он также предложил руководству холдинга стать партнером НОК. При НОК создан новый орган – комиссия спортсменов. В нее вошли участники и призеры Олимпийских игр. Члены комиссии из пяти человек станут связующим звеном между НОК и федерациями. Они наделены соответствующими полномочиями. НОК вручил сертификаты участникам семинара по регби. Обучение организовано Национальным олимпийским комитетом совместно с Федерацией регби Кыргызстана при поддержке Международного олимпийского комитета и регби Азии. Курс провели эксперты из Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана. Президент НОК встретился с журналистами и блогерами. Встреча, посвященная Международному олимпийскому дню, прошла на базе Федерации конного спорта. Садыр Мамытов рассказал о планах НОК по развитию отечественного спорта и призвал журналистов к сотрудничеству в деле пропаганды спорта и здорового образа жизни. НОК принял участие в официальной части Чемпионата Азии среди кадетов и молодежи по борьбе, который прошел в Бишкеке. Главе Объединенного мира борьбы вручен Золотой орден НОК. В столице прошел фестиваль, посвященный Международному олимпийскому дню, организованный НОК. В нем приняли участие около 500 человек со всех регионов страны. Участников фестиваля приветствовали известные спортсмены, которые выступили с мотивационными речами. На Иссыкуле прошло первое заседание комиссии спортсменов при НОК. На встрече обсуждены вопросы улучшения взаимодействия федерации с НОК. По итогам заседания избраны председатель и зампредседателя комиссии. Прошла встреча президента НОК с руководством регби Азии. Стороны договорились вместе развивать этот вид спорта. Состоялась встреча президента НОК Садыра Мамытова с главой Азиатской конфедерации кикбоксинга Насыром Насири. Стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве и развитии этого единоборства в Кыргызстане. Главы НОК и компании «Альянс Алтын» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компания окажет спортсменам Кыргызстана финансовую поддержку. В рамках рабочей поездки в Турцию президент НОК Садыр Мамытов встретился с членами сборной Кыргызстана, участниками пятых исламских игр «Солидарности». НОК вручил членам сборной Кыргызстана сертификаты на олимпийские стипендии. В этом олимпийском цикле, благодаря усилиям комитета, число стипендиатов увеличено с 10 до 15. С мая 2022 по 31 августа 2024 года они ежемесячно будут получать по 500 долларов. Вручение сертификатов прошло в Бакайбанке с участием партнеров комитета. Представители НОК приняли участие в церемонии награждения победителей Кубка вызова Азии по волейболу. Отметим, что команда Кыргызстана заняла первое место.